14 августа на сайте госзакупок появилась информация о том, что в главном храме Мельпомена Новосибирска оперном театре грядет очередной масштабный ремонт. На него будет потрачено 360 миллионов рублей. Планируются работы в амфитеатре на первом и втором ярусах большого зала. Будут ли сопровождать эту грандиозную переделку очередные скандалы, как это было ранее? В последние пять лет скандалы стали неотъемлемой частью не театрального бэкграунда главного театра Новосибирска. Все началось в феврале 2015-го, когда в отношении постановщика оперы Тангейзер Тимофея Кулябина и тогда еще директора театра Бориса Мезрича возбудили административное дело об исквернении религиозных символов. Крест, Иисус Христос, это особо почитаемые образы. Говорить о том, что требуется какая-либо экспертиза, вообще неуместно. Это очевидно. Для этого не требуется специального образования. Суд не нашел тогда состава правонарушения в действиях режиссера и директора. Тем не менее, 29 марта 2015-го Мезрича на посту директора сменил бизнесмен Владимир Кехман. Питерский варяг уже вскоре изъял Тангейзера из репертуара театра. Вслед за неугодной постановкой исчезло и само название оперного, что немало возмутило общественность. Не называясь, это, я не знаю, кличка какая-то, вот собака, Нават. Ну как вот родился это, как вот, как получилось, что наш театр вот так обозвали. Вам не нравится Нават, так и мне не нравится название оперное. Потому что это никакой не оперный, это такая же кличка, как в моем понимании. Я так считаю. Я так считаю. Видимо, полагаясь исключительно на собственное представление о прекрасном, теперь уже экс-директор Навата четыре года назад принимал решение о том, как должен выглядеть театр после масштабной реконструкции. Пришла сейчас в театр с этим ремонтом, вырви глаз, это дикость, это пошлость, это кошмар. В скандальном ремонте образца 2015-го смущали не только краски. Как выяснилось, работы в помещении зрительской группы начались без согласования с управлением по охране объектов культурного наследия. В рамках проверки нарушения были сфиксированы, были составлены протоколы в отношении должностных лиц и направлены в центральный районный суд для рассмотрения данных протоколов и принятия решения о подвлечении к административной ответственности. В итоге суд обязал Кехмана до 1 сентября 2016-го вернуть интерьером театра исторический облик. Что вы хотите от меня сейчас? Я просто хочу ваше мнение по поводу вынесенного решения суда. Не комментируйте. Почему не комментируете? От неудобных вопросов три года назад постарался отделаться и самокультурный чиновник страны во время своего визита в столицу Сибири. Когда Кехман будет уволен, когда будет восстановлен исторический облик. Коллеги, я хочу открыть памятник, вы задаете вопросы не на эту тему. Шло время, но ни фасады, ни интерьеры зрительской группы театра так и не были восстановлены в своей первозданной красоте. Дальше больше. В театре таинственно исчез третий ярус в зрительской группе. Сегодня схема зрительных мест театра выглядит следующим образом. Портер, высокий портер, амфитеатр и первый ярус. То, что сегодня называется амфитеатром, еще не так давно было первым ярусом. Далее шел второй. А вот третьего яруса на этой схеме, как ни ищи, все равно не найдешь. А это ни много ни мало, а более 670 мест. Выдвигалось сразу несколько версий, почему третий ярус впал в немилость. Среди них ремонт и требования пожнодзора, но ни та, ни другая не нашли документального подтверждения. Чего не скажешь о финансовой составляющей дешевых мест. Ведь сократили сидение и в концертном зале имени знаменитого дирижера Исидора Зака. Когда я узнал, что там делают 330 мест, мне стало не совсем понятно, зачем и почему. То есть с точки зрения администратора и менеджера я понимаю, что продать 330 мест, просто и отчитаться, это высокий показатель. А продать 500, это уже сложнее. Как бы то ни было, в июле 2017-го Кехман, признанный судом-банкротом, был вынужден уйти из поста гендиректора. Но при этом он остался в театре худруком. И вот летом 2019-го нас накрыла новая порция ремонтных метаморфоз. На круглом столе экспертного клуба «Новосибирск» архитекторы и искусствоведы обсудили перспективы очередного театрального апгрейда. Мы все знаем, что сейчас в Боргарном театре разобрали и Русак. Я пытался найти проект хотя бы, посмотреть, что там будет сделано. Потому что есть такие разговоры о том, что там будут новые лестницы появиться. По информации сайта госзакупок, в перечне работ действительно значится замена деревянных несущих конструкций пола амфитеатра первого и второго ярусов на металлические. С нанесением противопожарной защиты и устройством деревянного паркета. Предполагается также реставрация и установка кресел и ярусов большого зрительного зала. Максимальная сумма контракта – 360 миллионов 400 тысяч рублей. Аукцион для заинтересованных подрядчиков назначен на 4 сентября. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин